Здарова, стратегические жевжики и примкнувшие к ним! Вы видите и слушаете Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и... Продолжается героическое превозмогание в Seedmare Civilization 6 на уровне сложности божество за Египет! Если вы случайно пропустили начало всего этого и почему я такая тут жопа, то лучше начать смотреть с первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала, я вот последние, по-моему, 4 серии практически сразу выложил, чтобы они это все видели. Так, значит, я все время забываю Мокшу и Пингалу поменять местами, поэтому давайте это сделаем. Нам Пингала точно нужен в столице. А вот Мокшу, я вот думаю, может... Ну, в Шедете вроде и так все норм. Да, то есть может его в Толедо посадить, чтобы... Ну тут все равно не отваливается город, но тем не менее в Толедо посажу. Чтоб побыстрее. Религия мне вообще... Это вообще давненько я не играл без религии. Вообще нету ни одного священного места у меня. Да, кстати... Ну сейчас мы косм... А, да, у нас есть... Теперь роботик. Ну я думаю, что мы с Мадриды начнем. Так, вот прям даже сюда встану. Так, а что мы еще можем сделать с инженером? Я могу, например, эту построить. Где-нибудь вот здесь. Как его? Тоннель. Тоннель. Мы же в химии он, да, открылся. Я просто думаю, надо ли. В любом случае нам надо сначала начать с обстрела Мадрида. А, подождите, а куда у нас долетают вот эти самолетики? Может нам лучше обстреливать... До Мадрида не дотягивается. Да, придется переносить самолеты. Все, конечно, плохо, потому что... Медленнее мы захват будем производить. Так, давайте в Толедо. И давайте в Мемфис. Так, у нас минус один. Минус один алюминий. Это нормально. Мы сейчас сможем купить, я думаю. Так, стоит ли мне атаковать Мадрид моим роботом? Он тоже урон наносит, но сейчас это маловато будет. Но я думаю, все равно можно. Вряд ли мне юниты Испании... ...нанесут много урона. А, что, он же все, походил? Странно. Вроде было нарисовано, что он же до сюда может проходить. Ну, подождите. Да, 0 из 5, я уже походил роботом. Ладно. Так, что-то я еще хотел сделать. Кроме... ...космопорт построен в ИУНО. Но мы... ...запуск искусственного спутника... ...кстати, увидим наконец-то последнюю цивилизацию. Прикиньте, мы настолько не знаем мир, что узнаем последнюю цивилизацию только при запуске спутника. Обалдеть, да? Невозможно пока расти. Давайте так поставим. Вракедейте у нас нехватка жилья, это понятно. Ну, тупо потому, что... ...пересадили губеров. Ммм... ...на науку. Космопорты я очень классно, конечно, ставлю. Много вопросов, успеем ли мы, конечно. Давайте проверять. Ну, я в конце прошлого хода проверял, что никто на технологии не вышел. Плюс у нас есть ученый... ...которым мы последнюю ступень ускорим. Так что я надеюсь... ...все-таки надеюсь, что мы смогем. Так, знаете что? Я вот этого посажу, пожалуй, к себе в Ракедет. Чтобы больше губера не убирали. Мне кажется, последняя цивилизация на другом этом. Просто не хочу туда покоплываться. Вообще, этого можно возвращать. Он явно за 4 хода. Мы, кстати, еще и кругосветку получим за... ...спутник. Так, что же ВЭОН устроить? Ну, еще один аэродром, мне кажется, не нужен. В принципе, я мог бы вот сюда поставить. С другой стороны, что еще строить в этом городе? Дипломатический квартал. У нас делегаций нету. Торговцы. Давайте, наверное, шпиона. А торговца я куплю сейчас. У нас дополнительный торговец, потому что мы Толедо захватили, в котором... Друзья, где центр коммерции? А, да, вот центр коммерции. Поэтому, наверное, из Ракедета будем торговца отправлять. Можно было бы еще на самолет покопить. Но пока мне 3 хватит. Хотя, вообще... Мы тут стали варенья сейчас открываем. И я бы после стали варенья... ...пошел прямой наводкой... Так, ну, вообще, в любом случае, нам нефть нужна сначала, да? А потом я подумаю, идти ли мне в танк, это зависит от того, сколько у нас нефти будет. Либо в уран сразу. Так бы я вот в улучшенные самолетики пошел. Так, в Шедете мы шпиона построили. Кампус, гавань, промышленная зона. Ну, наверное, давайте... Ну, космопорт... Вот тут не надо космопорт, давайте, наверное, просто рабочего. Тут еще есть, что улучшить. Тут универлаба. Содержание ядерных устройств меньше, производство морских юнитов. Ну, это я в холодную войну вышел. Каждый ваш посол двойной эффект. Мне некуда посылать послов, на самом деле. Быть... Сюзерином Самарканда неинтересно. Я открыл... ...холодную войну. Наверное, в космическую гонку просто дальше идем. Вот тут бы я поставил 15% к разработке космической гонки. Ну, если есть военная академия или порт. У меня тут, как минимум, есть военный лагерь. Военную академию просто надо будет купить. К тому моменту. И еще быстрее. Тут у меня прокачан пингало уже на... ...на космическую гонку. Будет карточка эта стоять. Военная академия будет нормальна. Так, Эпохи Атома. Уран. Но это благодаря роботу Боботу. Роботу Борису. Переименовать его не... А, можно? Панцирный механоид. Какие-то вообще есть варианты. Кибернетический робот. Жуткий монстр. Дьявольский. Инфернальный автомат. Панцирный. Титановый механоид. Адский голем. Давайте Адский Борис его назовем. Адский Борис. Вот так он у нас будет. Типичный египетский ремень, конечно. Как вас зовут этих? Акпара, Гахиджи, Чебале, Титити. Тити! Блин, я хочу все-таки назвать робота... А, все, я уже не могу переименовать. Блин, вот, зашибись. Блин, да, уголь. Я уголь не купил, из-за этого у меня сейчас просадка будет. Эти меньше 300 стало. И этих забыл пообвинять. Так. Англия не хочет мир заключить. Начнем с этого. Платить он вообще никак не хочет. Ну, ладно. Мир так мир. Так. Начнем вот с этих ребят, с которыми я могу нормально общаться, типа... А дружбу я не могу пока объявить, да. Так, у них, по-моему, тут дофига должно быть угля. По максимуму. Блин. Что-то очень много платить надо. Но мне надо платить. Ладно, давайте попробуем сначала так. О, я хочу меньший вход заплатить, честно говоря. Лучше сразу заплатить вот. Ладно, принимаем. Так, и вот этих я должен осудить. Все-таки челлендж. А за счет этого вообще дипломатических очков нету. Минус 16 из-за претензий. Потому что я осуждаю всех. Даже должно быть написано. Минус. А, вообще, СО2. Из-за выбросов СО2. СО2. Так, вроде все. Вот этих последних четырех... Нет, проверьте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, вот начиная с мали и дальше этих я имею право не осуждать. Вот эти сами меня осудили. Так, поменялись местами. Заключили мир. Смотрим, что тут с моим роботом может испанец сделать. Но, глядя на его корпуса бомбард, я думаю, ничего. Хотя, два вертолета у него летали. Мы их уничтожили. О, Кадис уже отваливается. Я думаю, что в мою пользу, скорее всего. Это здорово, потому что тут алюминий, но я решил его не брать. Потому что иначе бы Кадис как раз отвалился бы не в мою пользу. Потом, и мне тут долго... Очень быстро бы отвалился. Это мы начнем с Мадрида, как столица, которая сильнее всего влияет. Правда, потом столица в Вальядолит пере... Так, вот это, во-первых, ты у меня не просишь. Давай договоримся. Ну и уголь я не продаю, конечно же. У меня тут потребление угля. Но сейчас будет больше. Это пишет, что один вход. На самом деле больше, просто потому что у меня не хватает угля на все электричество. Леопатра... Нет. Блин, сейчас... Сейчас присоединятся к войне. Фак. Особенно мне не хотелось бы Александра. Пожалуйста, нет. Ну, давай. Блин, там какие-то дебилы присоединились наоборот. Португалия, Конго... Ой, с Конго вообще защитил... Ну, правда, там мало. Я тратил вход. Блин, никто из... А, Австралия. Ой, слушайте, Австралия это плохо. Но я как раз столиварение открыл с другой стороны. Но вот Австралия не очень приятно. Александр нет. Ну и Корея еще тоже не очень приятно. Слушайте, а почему у меня не повлияла сила моих городов то, что у меня робот уже есть? Это не очень понятно мне. Ну, знаете, вот проблема с самолетами. Нету смысла их прокачивать. Если вы против городов. Вот в пятой циве там были прокачки на города. А здесь тратить ход... Если вы собираетесь город брать, то тратить ход на то, чтобы улучшить самолет. А там улучшение только против ПВО или против юнитов. А тут, собственно, нет у него никаких ни ПВО, ни юнитов. Смысл вот тратить ход на хорошем. Я думаю, что бомбарду мы не будем трогать. Просто подходим к городу и атакуем его. Мадрид осаждает человекоподобный робот. Да, блин. Почему у меня так хреново работают шпионы? Я не понимаю. Так, ну тут надо на производство еще посылать все-таки. Вот в Пеллу. Денег меньше, но... Так, значит, здесь в контрразведку сажаем. Может, Катя... Может, Катя в центр коммерции, потому что он в радиусе работает. То есть он и центр города защищает, и промышленную зону. Блин, сейчас убьют моего, скорее всего, парня, потому что война с Конгой. Наску встретил Буэнос-Айрес. Ну вот Буэнос-Айрес, кстати, можно заслепить, потому что бонусные ресурсы действуют как редкие. То есть... То есть... Кукуруза будет как редкий. Подожди, а что-то у меня вообще-то не особо много бонусных... Бонусный ресурс, ну-ка. Так, крабы, овцы, олени, кукуруза. В принципе, нормально. Пшеница, камень. Да, Буэнос-Айрес я бы засоюзил, кстати. То есть можно поставить карточку вот сюда. Союзник Буэнос-Айреса у нас... Перс. У Перса какое правительство? Синтетическое технократие. Отлично. А у нас коммунизм. Значит, у нас будут двойные послы, так что мы можем Буэнос-Айрес реально пересоюзить. Так, тут все починено. Монумент в Толедо. Мне не нравится сила моих городов 65. По идее, с роботом она должна быть больше сотни. Но похоже, когда ты берешь с... С эпохи, то это как-то не особо работает. Так, археолог. Биржа, центр вещания. Ладно, давайте, наверное, конюшню. Я, наверное, не смогу попросить этих вступить в войну, потому что... Да, при прекрасном вот этом отношении это не работает. Ну, вот Мали могу только, если... Совместная война. То есть, во-первых, поторговать с ним можно. Он... Он присоединится к войне против Сандок. Но не присоединится против Филиппа, да? Не, присоединится. Вы, слушайте, интерес... Вот, жалко, я, конечно, не вижу. Теретью, я к следующим ходам увижу. Нет, еще четыре хода у нас спутник. Непонятно, кому он больше... Ну, вообще, вот тут корейский. Мне кажется, против Кореи все-таки надо его звать. Да, давайте. Хм. Хм. Не, уран он не даст. Уголь тоже. Хм. Селитра мне не нужна, нефть не даст. Хм. Кайф? Это хорошо, мы тут, Мали. Подтянули к войне скорее. Блин, шесть тысяч армии у Перса. Хорошо, что он не рядом со мной. Вообще, неизвестно где. Так, ну вот сейчас... Австралиец явно сейчас тут влезет. Сейчас армия Австралии зайдет в ИУНУ. Блин, а как мне... Какими тут самые сильные юниты на данный момент? Мотопехота. Ну, это... Для этого нефть мне нужна. Будем надеяться, что я сейчас нефть открою. То есть, в принципе, я могу... У меня есть латник в мотопехоту апнуть. Если что. 90 тысяч денег у японца. Только они куда-то тратят. Убился еще за меня. Но вот этот юнит сильный. Видите, 126 стала. Современная ПТ-команда. Вот это плоховато. Но мы должны... Блин, не знаю, кстати. ПТ-команда... Может и... Навалять. После дистанции атаки 3, аж могу издалека, получается, стрелять. Надо будет сейчас роботом найти. Так, что с нефть? Чё? Блин, есть нефть охренеть. Так, это хорошо. Поехали сюда. Австралия пока не идет ко мне. Да, 126 сил теперь тяжеловато, конечно. Будем как-то так атаковать. Завершим космопорт в Асуане. Вот в Асуане я бы, возможно, поставил аэропорт. Но вот на этой клетке, где... К сожалению... То есть я не могу туда поставить, потому что надо сначала... Артефакты собрать. Так что придется артеолога сделать еще. Вшедетти строителя сделал. Давайте еще строителя. Нужны. Так, мы будем захватывать города. Надо будет обрабатывать клетки. Так, ну раз у нас есть нефть... Не, давайте все-таки Уран откроем. А, ну все равно через двигатель ВС. Кстати, ускорю пластмассы, пойду в технологию скрытности. Надо улучшенные самолеты будет делать. Так, сколько я трачу? Вход. Пять. О, робот, короче, против этой фигни нормально стоит. Какое дело, надо бы мне его сохранять. И он хорошо, что вывел. Видите, по этой команде сразу меньше обороны города стало. Но все равно тяжело. Ереван наконец-то захватили. А, где он? Уничтожили. Ну, замороженный, конечно, компьютер. Я всегда считаю, что это субституция интернерного... Мы выберем, чтобы идти к муне в этой декаде и делать другие вещи. Не потому что они просто, а потому что они тяжелые. Потому что они тяжелые. Хотя... Ну, ну сейчас надо будет академию? Или вообще давайте с самолета начнем? Давайте пока самолеты строить. Бомбардировщик нужен. Еще. Уже бомбарды. Бомбарды и ПТ-команды вместе. Такие собрались. Может, мы улучшим все-таки нашу армию? Да, не. Так, подождите. Я сейчас хреново стреляю, потому что у меня реально... Во-первых, мне надо до полевой пушки улучшить. Так, стоп. Значит, во-первых, мы ставим сюда скидка на улучшение юнитов. Так. Во-вторых, сюда... Первый... Нет. Каждый посол двойной эффект, если отличается от вашего. И... И... Наверное, олигархическое наследие. Хотя, с другой стороны, робот у нас... Не, наверное, не стоит. Не стоит. А вот что стоит? Не знаю. Ну, на космическую гонку рано. Может, юниты при поражении... Ой, уничтожение юнитов прошлых эпох дает золото. Вот это давайте поставим. Тут как раз у... Так, а где у нас корпус арбалета? Вот это давайте лучше апнем. Тут столько же стоит, потому что это корпус. Соответственно, видите, 75 стал. Но я корпус апну. Так, тем не менее. Этого, кстати, убьем? Убьем. Так что я город буду атаковать пока. Так, тут Кадис отваливается. Насколько быстро. Через 9 ходов. Но, взяв Мадрид, мы этот процесс еще даже ускорим. Не, не буду убирать робота. Пускай он робота атакует, кстати. Не хочу его в город прятать. За это чуть не потихо, потому что убили все-таки армию. Космопорт в Аншане. Ну, тут, пожалуй, исследовательские грамоты. Боготовку спортсменов стоит ли мне проводить? Одну очку дипломатической победы, два единицы туризма. Нет, тут все на туризм. Это мне нафиг надо. Два хода. Давайте, знаете что? Давайте мы два хода поддержим просто шпиона. Мы откроем всю карту и тогда увидим, куда посылать. Просто про атаку. Что там стоять в городе? Ну, заодно. Нашли эту. Так, тут у нас португальцы нашли моего блуждающего рыцаря. Не рыцаря. Коника. Будем считать, конюхов плавает нам в лодочке. Так, Иуну шпион. Блин, делать аэродром, не делать. Надо ли? Ну, вообще, в Иуну много производства. То есть, в принципе... С другой стороны, смогу ли я купить столько алюминия? Ладно. Давайте. Сейчас надо, наверное, глянуть у кого-нибудь алюминий. Вот, Грек. Продаст ли он мне алюминий? Может, сейчас надо было алюминий купить, а потом пытаться строить аэропорты? Может, продать какую-нибудь вот такую? Ну, лошади ему явно, наверное, не нужны. Ну, так, на всякий случай. Железо еще предложим. Так, он даже за 10 вход, да, готов? Три вход. Хорошо, я сейчас тут 409. Ну, так, во всякий случай, чтобы не совсем уже... 480, нет. Совсем... Не совсем уже без денег сидеть. Так, нормально. Принимаем. Строители. Ну, вот не знаю, стоит ли меня... Ладно, давайте пока исследовательские гранты пройду. Вроде пока нормально уже строителей. Так, буря не у меня. В Рокедете недостаточно, но тут пингалу мы ждем. И это самолеты у нас. Так, куда дальше? Ну, я бы в глобализацию, чтобы производство всех торговых путей получить. Поехали туда, и тем более тут еще и аэропорт. А, подожди, аэропорт. Это мы не ускорим аэропорт. Немножко не то. Ну, ладно, все равно туда идем. Так, я надеюсь, что он сейчас поубивается от моего робота каким-нибудь устаревшим юнитом. Я денежку получу. Блин, у Персии 5600 армии. Если он сейчас приплывет откуда-нибудь ко мне, будет очень грустно. Да, убился 20 монет, видите? Так, слушайте, робота надо... чинить. Я, наверное, в защиту встану. То есть, чтобы он вылечился за этот ход. Продолжу бомбить Мадрид пока. Так, что с ураном? Уран у меня даже есть. Слушайте, как я классный аэродром-то поставил прям на уран. Вот это повезло. О, блин, я не вижу... Я не вижу ваших ручек. Так, мне надо выбежать, увидеть Мадрид и не умереть. Дальше стоим. Лечимся. Но не должны робота убивать. Блин, или спрятаться все-таки в город. Сколько монет? А почему не дали монеты? Подождите, что такое? Уничтожение юнитов прошлых эпох дает золото. Ну и почему сейчас не дали монеты за бомбарды? Бомбарды точно юнит прошлой эпохи. Прямо сто процентов. Блин, ладно. Спрячу адского Бориса в город. Так, и тут отступим. Блин, я боюсь, как бы кавалерию не завалили. Черт. А, вот сюда можно. Блин, хотя вот это может убить кавалерию. Ну, будем надеяться, что там не видно. Дороги нету, вот тут проблемка. Видите, я так долго иду. Да почему всех захватывают? Охренее, у меня прокачка на этих тупых шпионов. У них еще и уровни. Блин. Еще и захватывают те, с которыми я в войне и не могу их забрать. Корея и Конго. Черт. А кто у нас лидер по науке? О, минилик закончил третью. Факин щит. Минилик улетает. Так, давайте ждем один ход, чтобы увидеть города Эфиопа и туда отправить шпионов. Мне у него надо тырить. Конюшня в Толедо. Оружение. Так, уран тоже есть. Зашибись. Ну, давайте пулеметную роту откроем. Чтобы еще пушки до пулеметной роты улучшить. Хотя очень хочется уже в самолете бежать. Блин, надо уголь опять покупать. Суждает Эфиоп. Блин. Ну, сейчас мы увидим, где кто находится. Сейчас самое интересное будет. Увидим карту, увидим, кто где находится. Может быть, и в ядерке надо идти в Эфиопа пулять. Ну, в первую очередь, мне надо, конечно, испанца забирать полностью. Блин, так и знал, что убьет кавалерию. Вот, блин. Тут по любасу, куда бы ни ставили, он бы пошел убивать ее. Что-то ему лошади нужны. Так, а давайте, может, ты мне за китов их продаж. Право прохода-то мне не особо надо. Так, жерли. Ну, ладно, давай так, чисто. Лошади за китов. Нормальное предложение. А зачем тебе лошади вообще уже сейчас? Вот на вертолетах люди летают. У меня вот сейчас лошадку убили, последнюю практически. Блин, 309 науки. Шиколадные на умы. Озеро Редба. Сигней, Сигней, Дюббе, Мараха, Джанни Данься. О, класс, у кого-то интересно. Везувий. Искусственный спутник запустили. Вот кого мы, норвежцев не встретили. Последний. Так, давайте смотреть на карту. Конечно, как и Фио проселился Ватикан захватил Кахогию захватил Так, тут португалец маленький Норвегия тоже маленькая Зато вот Перикол тоже хорош Почекуток, Византия У Мали тоже норм Ну, вот Корея, конечно, тесненько Собственно, как и мне Я, Испания, Корея Англия зажаты Япония практически похожа на Настоящую Японию Ну, тут раньше Ереван был, поэтому дырка Кадиский залив Это скорее какое-то Кадиское море А не Кадиский залив Ну, Перс тоже нехило Так расселился Так, а что из ГГшек? Есть хоть одна Научная вообще? Ни одной Проблемка Так, а что я Буэнос-Айрес не пересоюз? Блин, 14 требуется А у меня 18 будет Окланд Ну, Окланд точно Ну, то, что есть Окланд мы видели По Развителю Ну, надо Буэнос-Айрес союзить Тут больше некуда мне послов отправлять В общем-то Видите, за 2 считается Сразу А это чисто до 14 И я заюзу Буэнос-Айрес Пингало прибыл Ну, теперь можно здесь Вторую ступень запускать 7 ходов А что так долго? 95 Производство Вроде нормальное Производство Ну, как Среднее, конечно, не самое крутое 95 Но при этом 7 ходов Лунная гонка Что-то очень долго Надо карточку ставить Еще Блин, а что ты сюда приперся? Тварина Копается в моих этих Город нафиг Не вмешиваться Это он по поводу Буэнос-Айреса Черт Ну и как мне теперь Засвечивать Мадрид? Австралиец пришел Этими Монахами, блин Так Мне надо покупать уголь Не буду я апать Пока в пулеметную роту Потому что мне уголь Надо покупать Дальше Значит Тут искусственный спутник Запустили Иуну Аэродром Аэродром А, ну-ка мы здесь Самолет еще сделали Так, вот этим самолетом Давайте ПТ-команду валить Блин, не Мне надо Мне по-моему Одной клетки Не хватает До Мадрида Значит Мне надо До Мадрид валить Потому что Чем быстрее мы его возьмем Тем быстрее возьмем Испанца Так что никаких Здесь Так И отправляем Значит Сначала прокачанного На три Уровня Где тут у нас Города Эфиопа Ну вот В ДСА есть Кампус Туда И Этого шпиона В джиму Пластмасса Один ход Да Народ уже Семь Семь этих Тут Сидит Но третью Запустил Только Эфиоп И вообще Нанотехнологии Похож Нанотехнологии Португалец Но он почему-то Только сейчас Запускает Инг Португалец Инг Испанец Даже в нанотехнологиях Прикол Инг Испанец И Португалец В нанотехнологиях Вместе с Эфиопом Блин Как Вот Видите Я не могу Вылечить робота Потому что Мне надо выходить И засвечивать Мадрид К сожалению То есть Я трачу ходы И получается Ну что Я захвачу город Потом Роботом Вполне возможно Что мы Даже В следующем Ходом Его Уже Захватим А Пусть Пострелять Могу По Вон Я поэтому Могу Пострелять Да О Отлично Дополнительная Дополнительная Атака Так Сейчас Надо Не забыть Уголь Купить Не забыть Купить Уголь Довернуть Обратно Домой Хотя Я думаю Что его Убьют Скоро Так Здесь Исследователь Смигранты Уже Всех Этих Разобрали А столько Адмирал Который Я не смогу Взять Вообще Всех Великих Людей Разобрали И Вообще Смотрите Сколько я За этот ход Наполучал Очков Эпохи За Обнаружение Шоколадных Холмов За Обнаружение Всех Цивилизаций Плюс Три Четыре Да Озеро Эдба Пять Очков Шесть За Цинджи Дубимарху Семь За Жанья Данься Восемь За Везувий Первый Спутник Десять Очков Пересоюзили Буэносар Из Двенадцать И Наем А он Он Наемников Купил В Буэносар Еще Два очка Получил Прикиньте За то что Там были Куплены Наемники А я его Переманил Поэтому Еще Плюс Два очка А вот Что-то Я не вижу За Кругосветку То есть Видимо Когда ты Открываешь Все таки Когда ты Открываешь Таким образом Карту Кругосветка Не Зачем Да блин Где история Что-то я Тронология Да Нету Кругосветки Жаль А надо Медгоцентр Вещания Строить Мне кажется Мне кажется Нет Давайте Следовательский Грант Один ход Возможно Аэропорт Здесь Поставлю Когда этот Придурок Соберет Там Артефакт Мой Так И здесь Бомбардировщик Строим Еще Можно было Постребить А чтобы Засвечивать Подальше Но Все таки Важнее Бомбардировщик И До нормального Века Нам Вообще Еще до хрена Требуется Очков Странно А вы Подождите 127 А Нет Четыре очка До нормального Века Нормально За захват Мадри Мы уже За захват Мадрида Это получим Блин Арта Я ее Не заметил А он Сейчас нормально Так снесет Иуну А вот А вот И Персидские Вон Подошли Армия Короче Мне надо Блин Ну мы Мадри Сейчас Должны Захватить Сейчас Посмотрим Как сильно Артапа Иуну Долбанет Блин Я уголь Забыл купить Ну как так Так Вот так Сидишь Смотришь Смотри Говорит Надо Закупить Уголь Надо Купить Уголь И Забываем Да Минус Они Не Убили Его Прикол Смотрите Чит Три Броненосца И Прикол Вот Забыл Купить Уголь Сейчас Попробую Это Нет Он Не Продает Так 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 Покажите Мне Обстрел Иуну А он Уж Сюда Встал А он Просто Не Видел Еще Иуну Он По идее Да Он Мог Обстрелить Если Только У него Воздушный Шар Был Блин Ну тут Еще И Вон Они Каталета Конечно В первую Очередь Так Давайте Пытаться Захватывать Мадрид Блин Он Зону Контроля Тут Сделал Ааа Вот это Конечно Отсутствие Кавалерии Блин Очень Хреново Так Ну в первую очередь Конечно По арте Надо поработать Давайте я повышу До пулеметной роты Все-таки Так Карточка Стоит На повышение Ну Чтобы города Стреляли Как пулеметная рота Понимаете Арту В первую очередь Надо свалить Они Они к Толедо Брутся Потому что Кризис На это Так Дальше Я даже Не знаю Кого я хочу Наверное ПТ Команды Блин Короче Мне надо Открывать Пластмассы Не будем Это Откладывать Мне надо Просто Технологию Будущего Выходить На Современные Бомбардировщики Иначе Я тут Не Не Вывожу Видите Я не могу Сейчас Мадрид Заходить Потому что Зону контроля Эта Тварь Поставила Видите Эти Бомбардировщики Очень плохо Работают Может Отвлечется На Археолога Не Будут Толеды Так Я бы В Толедо Стоял Давайте Этим Атакуем Так Этих Всех Апну Таким Против ПВО Просто Я не могу Мадрид Атаковать А эти Юниты Бессмысленны Атаковать Сейчас Пока Не Апнуты Так Перикол Объявил Войну Норвежцу Окей Не Возражаю Кстати С норвежцем Можно что-нибудь Поторговать Уголь Как Раз У меня 60 Это Много Все равно Много Может Курана Ему Слегка Отсыпать Я пока Его Не на что Я вроде Его Коплю Нормально Давайте 10 Урана Ему Отсыпем Предположим Все равно Он Как-то Ему Уран Не особо Интересен Ладно 500 34 35 Вход Ну Очень Нужен Уголь Потому Что Без Него Нет Науки Следовательские Гранты Ну Продолжаем Так Идем Наверное К городам Испанца Бывшим Так Вот тут Тоже Можно Аэродром Следовательские Гранты Продолжаем Лаба Так Ну тут В общем-то Все Все Построено Поэтому Просто Следовательские Гранты Видимо Так Смотрим Что тут Испанец Сейчас Будет Делать Своими Современными ПТ Командами Ну Толедо Не берется 132 Вообще Никак Меня Вот Иона Беспокоила Но Им же По Кризису Надо Именно Толедо Брать Поэтому И смотрим Следим За ним Так Осуждает Норвежец Меня Непонятно За что Самая Мирная Цивилизация Он Просто Убился Об Город Нормально Просто Взял Армии ПТ Современных ПТ Команд Убился Об Город И Открыл Кстати Зону Контроля Так Ну Мы Должны Сейчас Мадрид Взять Мне Кажется Убрал Только Я хотел Сказать О Компьютер Научился Зону Контроля Поставил Чтобы Я Роботом Не Мог Выйти По Идеи Должны Я Не Уверен Конечно Но Все Гребатское Судно Плюс Пища Так Меня Самое Важное Беспокоит Это Взятие Мадрида Поэтому С него И Начинаем Ну Кажись Столица Испании Испании Падает Давай Робот Вошел В столицу Испанию Горы Принадлежат Инкам Ты че Какие горы А вот эта Что у меня Гора Появилась Божественное Право Профессиональный Спорт Ее Ну Сейчас Кадис Точно Побыстрее Будет Отваливаться Получил Очки За взятие Столицы Так Как сильно Мадрид Отваливается У нас Всего Минус шесть Так Мы Мокшу Пересаживаем И он Перестает Отваливаться В общем Прикол Вообще Зашибись Так Отлично Надо Теперь Вальядолит Брать И все Остальное Видите Уже Лас Пальмос Начинает Отваливаться Вальядолит Берем И на этом История Испании Закончится Мне кажется Блин Тут 68 Сразу Столла Толедо Теперь Толедо Полегче Будет Взять Да Но Не должны Все равно Я стою Внутри Мемфиса Если бы я мог Куда-нибудь Пробежать Здесь Тогда Возможно Бы я Это сделал Испанская Империя Разграбила Мой А куда Он тут Бегал Интересно Неизвестно Ладно Аншан Голодает Минус Два Почему Раньше Вроде Не голодал Так Найти Источники Очень низкие Шансы Конечно Тут Летучие Отряды Пытаются Спастись Давайте Собственно Их назовем Федор Конюхов Или Миклуха Маклай Лучше Было Так Следующим Ходом Еще Один Будет Сэммль Тут Надо Будет Уже С этими Разбираться С армиями Австралии Наверное Как По Толедо Они Конечно Толедо Атакуют В первую очередь Потому что У них Кризис Им Надо Выполнить Кризис Поэтому Они Лезут В Толедо Ой Лакаруни Отваливается Вообще Зашибис Сарагоса Отваливается Все Отваливается Возьмем Вальядолит Оно все Вообще Посыпется Как Карточный Домик А это Мне надо Было Делать Еще В начале Игры На самом Деле 402 Науки Но Все Еще Я Не догоняю Катастрофическое Наводнение Которое Никакого Урона Не наносит Как Приятно Играть За Египет В этом плане Так Ничего Я тут Не хочу Да Союзить Поэтому Опять Ставим Сюда На Шпионов Где Она Вот Дальше Это Тоже Можно Убрать Я думаю Больше Боевого Опыта Вот 15% Космической Гонки Если Есть Но Опять У меня Нету Военной Академии Еще Так Может И не Ставить А Деньги Я буду Явно На Ресурсы Тратить Там На Уголь Накапливается Меньше Усталости От Войны Это Не Особо Интересно Доход От Мародерства Ну Вот Это Можно Поставить Чтобы Быстрее Военная Академия Например Построилась Ладно Нет Ладно Знаете Что Давайте Я Оставлю Вдруг Буду Апать Оставлю Ну Тогда Мы Ничего Не Меняем Только Вот Макеавелизм И И Все Все амалями вальядолит начинаем бомбить следующим ходу смогу апнуть о как раз кстати об самолетов будет даже не хочу отвлекаться на юнит и хочу вальядолит бомбить непреодолимое желание бомбить вальядолит это последний ключевой город у него все просто отваливается в мою в мою пользу суть ну хотя чинжу 23 ну кадис точно в мою должен отваливаться а блин их все соберем они будут независимые мы их по захватываем и все так исследовательские гранты ну тут исследовательские гранты буду я самолеты уже больше 5 самолетов мне выше крыши так это стоит внутри лечится рабочий даже есть ничоси слушайте а уголь интересная о нет и селитра уголь где ничего испанцу есть нету похоже как он броненосцы построил нету угля с долями не есть хорошо а уран вообще рука 10 ты вместо везло да только 10 месторождений урана причем три из которых у перса ну и филопа есть уран но главное что у меня есть я прям даже аэропорт на него поставил это вообще удача из удач она пока мы рабочих не используем чтобы не захватили порой и 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 Давайте, наверное, торговца построю Именно Приплыл откуда-то португалец с касками Вообще Василий объявил войну Виктории Виктория объявила Так, Виктория объявила войну Сандок А Василий, видимо, Сандок В Союзе Мне еще два хода потерпеть Войну и можно будет пытаться Объявлять Ну, заключать мир С этими, которые в кризис вошли А с другой стороны Может Не надо, потому что Там объявится кризис За Мадрид За захват Мадрида Ну, если это испанец подаст Скорее всего, добили все-таки Реактивным бомбардировщиком Это уже современные бомбардировщики Но сейчас тоже апну Кстати, там надо посмотреть Там, по-моему, кто-то по туризму Неплохо шел в середине игры О, это он пулеметной ротой Ну, не возьмет Не знаю Он почему-то артой решил меня не атаковать Эти к Толедо А вот пулеметной ротой решил проатаковать Блин, кого-то разграбили Варвары? Варвары разграбили Ух ты Кто-то хреново Это кто-то поднял восстание Или, может, у него несчастье большое Кстати, у македонского У меня, кстати, как со счастьем Плюс три С кем-то торговля явно завершилась Надо глянуть Блин, я ошибся Надо было этими атаковать А этим атаковать пулеметную роту Ну ладно Хотя все равно Три выстрела понадобилось Так, что строить будем? Угольное тут на сколько будет? На плюс четыре маловато Канализация Тоже особо не нужно И тут кампуса нету Вообще никакой науки у чувака нету Кадис Через ход отваливается Так, сколько ап стоит? Нормально Все апнем К тому-то пехота приехала Так, надо куда-то немножко отступить Спрятаться А то он может не поубивать Эти юниты ДПТ команды повышу Стоим, ждем Стоим Ждем О, кстати А у нас тут Чудеса Колосс Что дает? Ну, храм Минакш Это два гуру Это фигня Вот колосс Торговый путь Дополнительный Поэтому я могу Торговца строить Чуть-чуть не хватило Добить Так Рабочего я, пожалуй, не хочу терять Там Теперь Прямой наводкой Запуск колонии На Марсе Три танка мы, к сожалению, не сделаем По чеку так закончил Третий проект Падение Испании Но и героическая защита Египта Египетскими войсками Ну, Австралика это все 1200 силы Так что Знаю, что она там воюет Кстати, я лидер по науке Ну, кстати, по коллективу Нет, по чеку так Первый все-таки 451 Возможно, я слишком поздно их догнал По чеку так еще культуры просто завались Перекупили Буэнос-Айрес Так, мне надо будет сейчас его обратно перекупить И С кем-то поторговать Явно не хватает И сейчас и мир попробовать заключить Они уже должны быть готовы к этому Александрия отвалилась Но, ой, она ко мне присоединяется Но он пытается отбить Но он не сможет Вот этими Вот этими армией он не сможет ее присоединить обратно Блин, там варвары грабят мне все Мои караваны к греку Вот это плохо У меня уже только 5 караванов Из 11 Так, значит, сначала Буэнос-Айрес А, его захватили Черт Серьезно Блин, такой классный город был Блин, а где он был вообще? Почему я, во-первых, его найти не могу? Он где-то... Блин, все, не найду я его уже Фак Так, ладно, давайте пробовать мир заключать Не знаю, Корея меня не особо беспокоит Может, Австралия А тут Корея какие-то Слишком крутые требования выдвигает Перс Че-то никто не хочет Конго Португалец Где Португалия? Вообще не на каких условиях Ну, странно Ладно, давайте с кем торговать мы можем О, Александра что? Опа Ну, еще опы дофига всего Давайте что-нибудь одно ему предложим Я думаю, он так согласится Да Так, принимаем У норвежца я уже смотрел У грека Ну, еще 11 Так, хорошо Ну, я думаю, пока хватит Четыре довольства Поехали Бомбить Валье Долит Блин Вообще, что-то не ощущаю разницы в силе, честно говоря Что-то слабенькое Даже Конго уже привезла Юниты Прикол Ну, почему меня из-за этого не дали? Или я уже убрал эту карту? Нет Почему мне тут за броненосец не дали Очки Непонятно ПТ-команду пойти убить ПТ-команду пойти убить Вот за ПТ-команду сейчас дали, кстати, деньги Странно, короче, это как-то выглядит Так, пошли Наверное, вот сюда встану Надеюсь, еще проведу Дороги у меня очень медленные Тут стоим, ждем Следовательские гранты Продолжаем Блин, давайте, наверное, внутри отправлять Блин, а с другой стороны Я сейчас в глобализм выйду и поставлю Эту электронную коммерцию Ладно, в Никею давайте Так, Лас Пальмас Когда отвалится Нескоро И Лакарунья отваливается Вот Кадис Следующим ходом Отлично Да, железа Вообще нифига нету Чтобы Дороги строить Я могу, наверное, этим Аэропорт поставить С другой стороны Нафига мне оно надо Вроде до всего достаю Нахай стоит инженер просто Ну Может, ничего нового не открыли Чтобы мне тут строить надо было Геотермалок нету у меня В нанотехнологии Три хода А мы как раз Как раз через два хода Ммм Можно будет военную академию построить Чтобы карточка работала Ой, Сайрус Чего не показывают Так, Македония Македония, Александрия На Латме отвалилась Это мы видели И Александретта Ну, вот это почему-то Я не понимаю до сих пор Почему это все еще к Македонии А этот уже ко мне Хотя, мне кажется Это дальше находится От Ну, тут Ракен У меня столица прям тут Так, и Кадис отвалился Ну, а вы даже не разоряете Вражескую территорию Ну, извините Человек возмущен Что я не разоряю Вражескую территорию Но он бы сейчас, наверное Действиями России в Украине Бы не возмущался явно Молодцы Бомбите, грабите Вывозите стиральные машины Молодцы, я рад вам Какие-то сейчас Кто-то Какой-то мировой лидер Такой выступил С заявлением Что Россия молодец Хорошо делает Что все вывозит Так, кстати Ветроэлектростанции Можно строить Это интересно Это можно снизить Зависимость от угля Будет Зависимость от угля Да, можно было бы захватить Если бы не стоял Вот здесь Юнит Ну, давайте убьем его Следующим ходом Валидолит падает 16 монет Надо камень убрать Чтобы ромашку Можно было сделать Наконец-то Все еще не вылажим Тут стены уже можно Ремонтировать Нет еще Лазеры Да, лазеры пригодятся Так, давайте Везде торговцев Меня там грабят И все торговцы Будут у нас Из столицы Нет, тут два хода Не хочу Биржу давайте Хотя Два хода Подожди Давайте в этих городах Везде по одному Нет, тут Все Везде построили Отлично Опять еще Хорошо Кадис отвалился Он вот с этими Которые тут лезут Может поразбираться Иначе По чуть-чуть Так, не хочет Тут никто со мной Мир заключить На нормальных условиях Нет, тут какой-то бред Извините Нет, никакие Артефакты Мы не отдаем Так, и опять Надо будет сейчас Уголь Выцегать Я, кстати, очень много Вход трачу Вон, 49 Для мини-лика На 8 ходов Ой, блин Я вход 150 монет 150 монет Вход Кстати, вот захват Валийдолиды Мне позволит Немножко расслабиться Мне не обязательно Будет сейчас Города Бомбардировать Самолетами Я займусь Юнитами Других цивилизаций Во-первых, Конго Вот тут поприезжал А Кадис Почему-то, кстати, Корея Но я думаю Если я когда Валийдолид захвачу Он ко мне Будет отваливаться Я надеюсь Александр Македонский Просто убивает Свои юниты Об эти Об эти восставшие Города То есть Сознаетесь Тоже бред Так, умную экспедицию Запустили Как Города Могут быть сильнее Вот эти Ставшие свободными Города Могут быть сильнее Цивилизация От которой они Отваливаются А, идея в том Что соседняя цивилизация Которая Они отваливаются Им более современное Оружие Дала, да? Так, ну вот тут Надо Электронную коммерцию Поставить Так Кооперация И Пингала О мане Можно будет Сейчас подумаю Еще с этими Губернаторами Так Тут можно Апнуть Добиваем Вальядолит Просто Забираем Там бар Тут хотя бы Кампус есть Все еще Не могу Ремонтировать Львики Люди Еще остались Только Адмирал Может на Адмирал Почитать Проекты Ну Он Дебильный Какой-то Так Ну я должен Опять В золотую веку Выйти Займемся Ко мы Вот этим Танчиком Португальским Прибывшим С дружественным Визитом Я надеюсь Блин Не убил Жалко Так Оливки Ну У меня нету Вообще Короче Монополии Корпораций Мы Меня В этой Игре Практически Прошли Только Предприятие Поставил Кое-где Так Кого я тут Хочу Обстрелять Этим Наверное Все-таки Вот эту ПТ Команду Или нет Или Армии Вот эти Есть Нанотехнологии Инг Уже вот здесь То есть он даже В ускорялках Грубо говоря В лазер В лазеры Пока Торговца Торговца Не могу Я не могу Следующую Ступень Сделать Кстати Я могу Внутри Отправлять Блин Я могу Тогда Еще и Поставить Карточку Из коммунизма То есть Электронная Коммерция Во-первых А во-вторых Я могу Где он Тут Коллективизм За Внутренние Пути Так вот Вместо чего Вместо Рационализма Что ли Мне надо Что-то Быстро Открыть Быстро Иметь Синтекист Технократия Тоже Нужна Ладно Что у нас Тут Из Этого Ну Послы Мне Нафиг Не нужны На Алюминий Мне Уголь Скорее Больше Нужен Ладно Давайте Откроем Охрану Природы Буду Стоять Последней Последней Ступени Ждать Так Пока еще боюсь обрабатывать сидим. Кооперация пингала. Ну, я бы, наверное, Амани уже забрал. Давайте вальядолит. Посмотрим, будет ли Кадзи следующим ходом ко мне присоединяться. Надо поторговать. Углем. Алюминий еще на три хода. У Конго, по-моему, больше всего угля. 113 вход. Это, пожалуй, нет. Так, у кого еще есть уголь? Перикол. Перикол все-таки больше всего угла. Он вообще его, видимо, не использует для разжигания. Ну, вот с ракет, если. Наверное, не хватит денег. А за оливки, если. Греки ради оливок сделают что угодно. Таким, мы вас ненавидим. А вот оливки. Ну, оливки, тогда ладно. Напоминаю, уголь мне на электричество очень сильно нужен. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут поискать прямо сейчас в укладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку. Ну, а для всех остальных продолжение появится завтра. Всем пока, играйте в умные игры и слава Украине! Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас.